Спасибо, Павел. Я хотел бы начать с того, что небольшой такой паспорт для того предприятия, которое я представляю. Но изначально хотел бы еще сказать славу благодарности представителям Ростовской области за предоставленную возможность на такой площадке рассказать о проблемах. Кстати, весьма интересно, как у нас написано, сейчас выступает директор компании «Просто молоко», а за мной будет выступать «Черный хлеб». Это дошло до нас делать до «Просто молока» и до «Черного хлеба». Очень хорошо. То, что касается «Веселого молочника», «Веселого молочника» может быть только именно «Веселый молочник». Как наши коллеги уже говорили, длинные деньги, которые есть в профнациональных компаниях, которые представляют «Веселого молочника», они себя чувствуют достаточно комфортно. Я имею в виду компанию «Пепси», рядом там компания «Данон». Они, конечно, наши отечественные производители, работают в Российской Федерации, там работают наши люди на простых должностях. С точки зрения трансляциональной принадлежности, они вот эти самые 0,5-0,15% весьма успешно их используют, занимая нишу высоко-мажинальной продукции. И я абсолютно не занимаюсь социальным продуктом, о котором мы, устанавливая, говорим, у нас в Республике и в целом России очень жестко отслеживается ценовая политика. В Республике цены самые низкие, иные цены на молочную бутылку, составляющую именно социальную корзину, не поднимают все это время производить молоко по старым ценам. То, что касается цены в три раза или в десять, вот ваши коллеги, да, еще раз хочу сказать благодарность каналу «Россий-24», достаточно профессионально в последнее время начинают показывать эти все темы и проблемы, вот, но некоторая надуманность все-таки, да, в себе стоимости произведенного килограмма молока, она есть. То, что касается нашей компании, я представляю актив 460 тысяч гектаров земли, 29 молкомбинатов, 27 агрофирм, работающих порядка 20 тысяч людей, дойные по голове порядка 88 тысяч, а, общие по голове 88 тысяч, дойные порядка 50 тысяч. То есть, достаточно крупное такое предприятие, в свое время один из самых крупнейших российских агрофолдингов. Мы работаем на базе «Ванита ТОСТА», просто там говорил, да, что вот были заспухи и так далее, были проблемы у компании, сейчас мы находимся в постуе банковства. Это тоже отдельная тема для разговора, как и вот себя федеральные банки, которые оказывают поддержку, да, вот я посмотрел в открытых источниках, оказана поддержка 27 крупнейших агрофроизводителей Российской Федерации. И все 27 крупнейших агрофроизводителей регистрированы в Афшове. Да, ну то, что касается отечественного производителя, его, конечно, нужно обанкротить, никакой политики в данном случае по сохранению актива нет. Мы знаем, что такое закон об англостве, предприятие закрыть, людей уволить, все активы расправлять. Вот вам поддержка отечественного товаропроизводителя, вот вам наши любимые родные российские банки. Ну, это так, реплика, да, теперь передвемся к нашим текущим рабочим моментам. То, с чего иначе, на счет веселого и молочного. Компания Pepsi, компания Danone на сегодняшний день на рынке Российской Федерации занимает, молочную, я имею в виду, порядка 53-60%. То есть, вместе с белорусами, там за 60 далеко. То, что касается моей компании и наших мощностей, мы, если брать молочную рыбу от Российской Федерации, занимаем от 2 до 5%, и рост потенциала, он колоссальный. Достаточно сказать, что вот этот ростан производит в сутки порядка 3 тысяч тонн молока, из которых в республике перерабатывается 2-2,5 тысячи. Остальное вывозится. Опять-таки, их почти давно так мы окружены заводами. Несмотря на то, что завод Тольяевский давно закрыл, сзади транслянные компании за последние полтора года, по-моему, 8 заводов, закрыли в разных регионах, чем самым убив молочные отрасли. Наверное, вот я разговаривал с губернатором Смоленской области, в Смоленске закрыли завод, нет смысла поддерживать молочные желудокомостки. Все, сразу все умерло и затухло. С момента выкупа и минутам этих заводов, они в основном, в России заводы все подзакрывали в западной части и производство перевели в Белоруссию. Теперь вот то, что касается Белоруссии. Белоруссия госпонополия на молоко. И за последние, там, условно, 10 лет колоссальные вложения сделало государство и огромные преференции в молочные отрасли. Достаточно сказать, что себестоимость производства у белорусов молока, как они заявляют, от порядка 16 рублей, плюс 8 градиных государств. Как можно с ними конкурировать потом? Открытые границы с Евросоюзом. Там цена молока, в зависимости от страны, на наши деньги в переводе, порядка 14-16 рублей. Себестоимость производимого молока, это вот с акрофильм, когда она только вышла, на прошлый год составляла 14 рублей. В этом году порядка 13,5. То есть мы работаем, да? Теперь дальше пошло молоко по дороге. Заплатили КСМ за довоз, заплатили. Пришло, кстати, на мой же завод. Причем могу сказать, что мы сутки перерабатываем 1200 тонн молока в день. И 1200 тонн, когда мощность тени у нас для переработки порядка с половиной тысячи тонн. Можно спросить вопрос. За 13,5 вы произвели литр, да? Я сейчас расскажу. В программу, да? Вот через сколько, половина? Закупочная цена у нас на заводе в среднем по году составляет 20 рублей за килограмм. 6,5 рублей уже в день. 6,5 рублей оно уже добавило. То есть 13,5 это себестоимость. Потом я у своей акрофирмы купил его за 18-20 рублей. Это вот плюсом. То есть моей акрофирмой по прошлому году плюсом в 13-м только на молоке заработали плюсом в полтора миллиарда. То есть нормально. Можно жить, можно работать. Другое дело, что вот по кредитам, как они у нас там примерно говорят, я к этому еще вернусь. Давайте мы дальше молока посредим, да? Если вам это интересно. А потом поразгождаем о том, какой молочник у вас все-таки висел. Молоко зашло на завод в среднем по цене 20 рублей. Начинается его переработка. И все мы знаем, благодаря, в том числе и с детской массовой информацией, что на килограмм масла необходимо от 17 до 20 килограмм молока. На килограмм сына необходимо 10 килограмм молока. Ваш коллега, кстати, это, видимо, молодой журналист, он сказал, ну, там в основном это вот на заводку молока, это минимальные затраты на фонд оплату, да? А не минимальные. Энергетика, косы и так далее, и так далее, это все не минимальные. Конечно, больше, но тем не менее, да, вы можете обратить внимание, просто Мугалевич вас пригласил на наш темп. Там мы показательно развесили маркировку наших сыров. И я вчера своей рукой написал ту цену, которая на 4 июня стоит у нас по прайсу, опускает цена на всю нашу продукцию с завода. С завода сыры у нас уходят от 240, от 229 до 490 рублей, самый дорогой сыр. А вы в Москве покупаете мой сыр, который я отпускаю за 240 рублей, в среднем по цене 650. То, что я отпускаю сыр, самый дорогой, это вот твердый сыр, который мы начали отпускать, она от пармезана. Устан Дарьев сказал, мы порядка 38 антюшек уже вели те, кто реальные импортозамещения, это МАЗДАН, ЕДАН, ГАУДА, Телезитор, плавленые сыры великолепные, йогурты, кусты, питьевые. У нас великолепная линия здоровья, кстати, да, которую раньше в СССР продавали только в аптеках. Кто-нибудь помнит, вот здесь сидящий в зале, что такое нарине, что такое бифилай, бифидок, ацидофийный напиток? Коллеги, подойдите, попробуйте, я думаю, потом будете требовать правильного, как шиновников, того, чтобы это все выявилось на вашем магазине. Но теперь пополним. Вот наш аналог пармезан, мы его назвали Гордон, татарский билюкс, да, он стоит 490 рублей у нас завода. Вы в Москве покупаете его минимум за 900 рублей. Я сейчас не буду рассуждать о полках, да, хотя можно было бы сказать, тоже в открытых источниках, наш ритейл. Сейчас никого выделять не буду, надо с ними работать, правильно, мы уже только-только начали активно входить в Москву и в Санкт-Петербург. Но, тем не менее, из всего ритейла только X5, это российская компания. Все остальные тоже вошел. Конечно, известно, да, вот какая продовольственная безопасность. Дальше поехали, да, вот то, что касается, опять-таки, транссиональных компаний. Они молодцы, они задали нам тон, планку и так далее, нам есть на кого равняться. Поэтому плохо, и тем более там действительно работают наши люди, получают зарплату достаточно высокую. Но с точки зрения продовольственной безопасности, да, вот надо посмотреть, куда дальше все это идет. И продовольственная безопасность, или там независимость, она может превратиться в продовольственную зависимость. Потому что пессимистичный вот исход, да, этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, что рано или плоско все более-менее нормальные сходы активы, транссиональные компании будут выгублены. И мы будем слишком полностью от них зависеть. А вот давайте мы сейчас порассуждаем, да, опять-таки про веселого малышника. Или, например, по домик-деревне. Представляете, да, домик-деревне в нашей родной российской деревне вместе с бабушкой мы продали американцам, компанию Pepsi. Французам продали вообще целый населенный пункт вместе с собаками и с кошками. Это просто клаши. Кто-то об этом задумается, когда приходит в магазин и рублем своим родным голосует за продовольственную опасность или безопасность нашей страны. Причем я еще раз говорю против коллег из Pepsi и из Донона, я ничего против не имею. Они молодцы, мы можем ничего у них работать. Но то, что касается продовольственной безопасности, сразу же тема такая задана, да. Давайте мы посмотрим, опять-таки, открытые источники. Эти компании куплены примерно по той цене, сколько стоят эти вот уже новейшие, я вспомнил, мистрали. Если французы не боятся пойти на санкции, да, и потерять такие деньги, а мне нравится, что заставь кто-то ему пальцами щелкнет и скажет, «Ребят, а давайте вот к вам компенсацию выгодим, а вы из завода забройте и уйдите из России. Где тогда будет веселый молочник, в чьих руках окажется домик деревни, или что будут делать кошки с собакой? Это просто кошки. Они любимые мои тоже герои, я на них вырос. Вот матрос, к ним кормили, пес, которого там на планете нашли, а он нам фикламы рисует. Вот они как бы, как бы эти фикламы и не были лишены. Ну и то, что касается денег. Есть нормальные, на мой взгляд, финансовые ресурсы для того, чтобы на таком, ну действительно, дурном, высоком уровне процентную ставку по кредитам для товарок эти не держать. Ну и же, там, мониторинг. Все боятся вывода питалов из России, да, что там, долг и так далее. Ну давайте связанный кредит на оборудование. Потому что без высоко технологичного оборудования, да, конкурировать в этой сфере, я думаю, не только малыш, но и любой, с компанией мы знали, просто невозможно. Просто невозможно. Если не будет, мы все говорим, господдержка, господдержка. Тут не господдержка нужна, а нормальная какая-то взвешенная политика и нормальный трезвый взгляд на эти вещи. В конце концов, что кто-то не так вот из кандачка пришел, в выставку посмотрел, по плечу у нас похлопывал и ушел, а тут реально погрузился в проблему. В принципе, большому маги надо достаточно так, час-полтора с нами пообщаться, с соседей, и картина станет очевидной, там он просто, вот как, дважды два четырех. Ну, по большому счету, об этом можно разговаривать до бесконечности. Я благодарен моему президенту, что он разрешил мне все-таки сказать эту общую правду. Ну, хотел бы, по-честному, да, по-честному, но хотел бы еще рассказать, коллеги, да, что в Татарстане, конечно, мы себя чувствуем достаточно комфортно. И это не потому, что здесь мой президент, а потому, что действительно республика вкладывается в инфраструктуру по полному параду, да. У нас есть программа по жилью для молодых специалистов, то есть я привлекаю, например, к себе на село, специалистов молодых зоотехников, ветеринаров, агрономов. Для них строят шелье. Для каждого отделения у нас продолжена асфальтированная и бетонная дорога. В каждом населенном пункте у нас действительно есть Ветерская, Кушевский комп, у нас есть круг и так далее. Мы очень сильно работаем по молодежи, достаточно сказать у всех сельских вузов и сельхозакадемий, которые у нас находятся в столице Казани, обучаются целевые студенты, которых мы потом возвращаем на родину. С удовольствием молодежь остается, потому что как бы инфраструктура и уровень жизни на селе достаточно высокий. В этом плане огромная поддержка нашего министерства сельского хозяйства, Марат Башев, передо мной сидит. Мы вместе с ним занимаемся этими проблемами, о которых сейчас говорим. И, коллеги, если есть у вас желание, когда мы продолжаем вводим инвестиций, куда-то вкладываться, конечно, это учительница Краснодара, но на третьем месте я бы сказал все-таки, что это Республика Татарстана. Поэтому добро пожаловать, ждем вас в Сибири. Спасибо.